МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан. В студии Зуха Алиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о самых значимых событиях к этому часу. Вода уносит жизни. Второй день идут поиски мальчика, который утонул накануне на городском пляже Березка. На родине поэта Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Хунзакский район, где готовятся к празднованию предстоящего в следующем году юбилея Расула Гамзатова. 300 миллион на святое Сергей Меликов посетил духовный центр имени пророка Исы Мирьему, где вместе с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди обсудил вопросы финансирования грандиозного проекта. Путешествие во времени. Первый молодежный культурный квест «Загадки музея» прошел в Национальном музее Дагестана. Второй день. В Каспийском море идут поиски мальчика. Напомню, накануне на городском пляже Березка утонули два подростка. Тело 14-летней девочки спасатели извлекли, а поиски мальчика до сих пор продолжаются. Следователи проводят доследственную проверку. Они устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии. Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Хунзахский район. Главная цель – проверить, как проходит подготовка к празднованию предстоящего в следующем году юбилея Расула Гамзатова. Руководитель региона в рамках культурной программы посетил дом Гамзата Цедосы, мемориальный комплекс «Белые журупли», а также историко-краеведческий музей. Как и в каждом муниципалитете, по традиции, Меликов ознакомился с туристическим потенциалом района. В частности, посетил местность Матлас. Сергей Меликов проект обозначил как перспективный. Однако глава остался недоволен темпами строительства школы в селе Араним. Объект рассчитан на более 300 ученических мест и возводится в рамках реализации республиканской инвестиционной программы. Меликов напомнил, что образователям учреждения необходимо сдать в срок. Более 300 миллионов рублей на завершение строительства значимого для всех мусульман республики культового объекта. Сергей Меликов посетил духовный центр имени пророка Исы Мирьему, где вместе с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди обсудили вопросы финансирования проекта. В продолжении темы сюжет Хамзу Нурмагомедова. Это второй визит Сергея Меликова в духовно просветительский центр имени пророка Исы Мирьему. На месте его встретил муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Глава республики осмотрел строящийся объект и более подробно ознакомился с планами по благоустройству территории. Попросили вас с нами здесь встретиться для того, чтобы обсудить. Мы тут взяли некоторые документы. Мне очень хочется, чтобы мы ощущали на строительстве этой мечети не только поддержку населения, не только инициативу муфтията, но и чтобы было понимание, что власть тоже заинтересована в завершении строительства, в том, чтобы эта мечеть уже людям была подарена, и они могли вот этим таким большим, я бы даже сказал, не только мечетью, а комплексом пользоваться. Глава Дагестана сообщил муфти, что республиканская власть поможет с возведением кровли народной мечети, в том числе с привлечением вне бюджетных средств. Расписаны все этапы. Мы сегодня говорим о том, что, на мой взгляд, очень важно нам подойти к кровлю. Потому что если мы сделаем кровлю, мы закроем так называемый тепловой контур, и уже тогда можем внутрь заходить с какими-то вот такими работами. Поэтому у нас вот здесь представлены материалы и расходы по этим всем работам. И мы хотели бы все эти шесть этапов обсудить с вами или отдать вот этот план вашим специалистам, для того, чтобы мы могли утвердиться и дальше шли. Значит, всего стоимость вот этих работ, вот этих шести этапов, она, значит, представляет стоимость больше 300 миллионов рублей, 311. И мы с Султаном Бибулатовичем, как бы, в этом отношении беремся привлечь небюджетные средства, для того, чтобы эту сумму взять на себя. Мы можем сказать только, мы благодарим вас. И от Всевышнего, чтобы он вас вознаградил, приумножил средства, и дальше, чтобы мы могли работать, развивать Тагестан. Это же мечеть на весь Тагестан, можно сказать. Все люди гордятся этим. Народная мечеть называется. Поэтому весь народ участвует. Мы с Султаном Бибулатовичем в этом отношении тоже, как бы, щепетильно достаточно к этому отношению. Вот эти средства, которые небюджетные, мы сюда планируем вложить, да, они тоже идут от людей. Это пожелание многих меценатов, тех, которые, ну, тоже заинтересованы в скорейшем пуске, эксплуатацию, опять же, для народа. То есть, народ складывает сюда, а сейчас, как бы, есть обратная такая история, чтобы уже народ вот что-то получил обратно. Общая площадь духовного центра составляет 35 гектаров. Основным объектом является мечеть, площадью 30 тысяч квадратных метров и высотой 17 метров. В ней смогут одновременно совершать намаз 23 тысячи человек. Помимо мечети, здесь планируется асфальтирование автомобильно-дорожных развязок и строительство других соцобъектов, в том числе, инклюзивная школа. Для детей с ОВЗ с инклюзивным образованием. Ещё одна примечательность духовного центра – аллея Героев Медиков, раскинутая от центра до самого берега моря. Её протяжённость составляет 1300 метров. Всё это в ходе презентации было представлено в административном здании. У нас есть задача, что до 10 миллионов в год туристов Дагестан может, и оно будет такой существенной долей вот в этом потоке. На данный момент мы знаем, что оно приближается к 2 миллионам, а цифра 10 миллионов мы можем, например, на практике соседнего государства, который достиг уже цифры 9 миллионов. Поэтому, я думаю, у нас такая, это Грузия, у них в пике достигало 9 миллионов. Для этого, конечно, нам ещё много чего надо сделать, но уже у нас такой, можно сказать, в два раза уже рост есть. И таким образом строительство таких объектов, оно, конечно, мне беспособствует. Как сообщалось ранее, завершение строительства духовного центра запланировано на 2025 год. Она признана стать визитной карточкой Дагестана и местом притяжения не только местных жителей, но и туристов со всего мира. 20 школ построят в Махачкале на возвращенных в собственность муниципалитета землях. Об этом заявился Аманда Даев, выступая на пленарном заседании форума «Трансформация столичного образования». Напомним, за последние три года более 220 гектаров незаконно выведенных из состава городских земель мэрия отсудила в собственность города. Данные земельные участки, по словам градоначальника, напрямую связаны с образовательным процессом. Их будут использовать для строительства образовательных учреждений и дальше. В срочном порядке нужно строить нормативное количество детских садов и школ. Была возможность вместо шести школ в Махачкале заложить восемь. На тот момент, опять финансирование позволило. Вы что думаете? Это был буквально конец зимы, начало весны 2019 года. 1 февраля 2019 года я поступил к исполнению обязанностей мэра Махачкалы. Вот мы тогда до конца еще не успел разобраться в этих процессах. И мне говорят, что земли нет в Махачкале. До свидания, что я прислушиваю нам в Розной Республике. Много или мало 20 земельных участков под строительство образовательных учреждений. То есть мы сегодня можем построить 20 школ. На улице Карабудахкенская приступили к ремонтным работам. Они проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность улицы в поселке Семендер составляет порядка 900 метров. Помимо обновления дорожного полотна, здесь уже благоустроили тротуары, перенесли электрические столбы и установлены современные светильники уличного освещения. Помогают рабочим подрядной организации и местные жители. Нам очень нравится, как работают мастера, как работают рабочие. Они очень добросовестно относятся к своим обязанностям. После укладки нижнего слоя асфальта предстоит самый трудоемкий процесс по поднятию и выравниванию канализационных колодцев, который занимает наибольшее время, а их на данной улице более 60. После этого дорожники приступят к укладке верхнего слоя. Первый слой асфальта, и потом уже планируется поднять, поднимать надо будет канализационные колодцы, и потом ставится второй слой. Какие-то сложности возникают? Нет, сложности никаких нет. Все идет хорошо, по плану. И, думаем, завершить где-то на месяц раньше планированного. В Махачкалу вернулись росгвардейцы, участники спецоперации в Украине. Прибывших после выполнения боевых задач военнослужащих встретили в Рио командира соединения полковник Василий Липатов, сослуживцы, друзья, родные и близкие. После официальной части с праздничной программой выступил оркестр Махачкалинского соединения. На плацу была развернута полевая кухня. Уступи дорогу спецтранспорту. Под таким лозунгом сотрудники госавтоинспекции провели в Махачкале профилактические мероприятия. Во время рейда автомобили, не пропустившие скорую помощь, были остановлены. С нарушителями сотрудники ДПС провели разъяснительную беседу. Они отметили, что, несмотря на загруженность дорог в столице, в момент проезда неотложки необходимо перестраиваться, ведь от своевременного приезда скорой помощи на место может зависеть жизнь человека. Первый молодежный культурный квест «Загадки музея» прошел в Национальном музее Дагестана имени Тахагоди. На знание истории, традиций и обычаев страны и республики боролись учащиеся СУЗа в колледже республики. И на квесте побывала и наш корреспондент Малика Курбанова. В музее можно путешествовать во времени и раскрывать исторические тайны. Например, вот эти резные ворота из селения Калакареш XII веков. Железные кольца на них – это не просто украшение, это оповещающий сигнал. Мужчине полагалось стучать большое кольцо, женщине – маленькое. И по звуку понимали, кто находится за дверью. Следующий вопрос. Вы подумайте и скажите, когда у нас ислам был? В отличие от нас, конечно. 13 команд и 8 станций, связанных с историей, культурой, искусством и миром финансов. Три вопроса и пять минут, чтобы найти заколдованные шифры, разгадать исторические загадки и ответить на вопросы. Время. В каких двух городах печатают блокнот? Кабар и Красноярск? Нет. В Петербурге и Москва? Все, нет. А у вас есть? Трайный ответ – Москва и Петербург. Мы надеемся, что вот в таком новом молодежном формате квест привлечет больше молодых людей, значит, позволит приобщить больше молодых людей к нашему уникальному культурно-историческому наследию нашей страны и республики, к его великой истории, к традиционным ценностям нашего народа. И, в общем-то, музей наш является носителем и хранителем этих ценностей. Перед началом игрового марафона экскурсоводы провели для участников квеста обзорную экскурсию по экспозиции музея. Особый интерес вызвало время Петра I в Дагестане, история имамата Шамиля и сокровищница, украшения и национальные наряды горянок. Ребята показали разный уровень знаний истории и культуры родного края. Прослушав детей, я вот посмотрела, это технические вузы наши, да, СУЗы, то есть уровень неплохой, я бы сказала, на хорошо я бы отметила их. Они волнуются, конечно, теряют и время теряют. Сами участники уверяют, Дагестан им интересен, особенно если закрепление урока в истории проходит в игровом формате. Я не особо увлекаюсь историей, но когда это озвучивают и показывают, тем более это очень интересно, прям слушать хочется. Проект «Загадки музея» станет одним из мероприятий, доступных и привлекательных для молодежи в рамках программы «Пушкинская карта». География квеста расширится и будет проходить в филиалах музея, расположенных в районах Дагестана. По итогам игры лучшие команды получили дипломы и памятные подарки. Малика Курбанова, Нурмагомед Магомедов, ННТ Махачкала. И о спорте. Трое дагестанских борцов вольного стиля завоевали золотые медали в Алжире. Там в эти дни проходят 19-е Средиземноморские игры. В соревнованиях участвуют более 3000 атлетов из 26 стран Африки, Азии и Европы. Наши ребята стали победителями, выступая за другие государства. Ими стали Магомед Гаджи Нуров, Магомед Гаджи Нурасулов и Залимхан Абакаров. Они представляли сборные Северной Македонии, Сербии и Албании. Умар Нурмагомедов после очередной победы в UFC впервые вошел в топ легчайшего дивизиона организации. В обновленном рейтинге дагестанский боец занимает 15-е место. Напомним, в минувшее воскресенье на турнире UFC Vegas 57 26-летний Умар Нурмагомедов победил американца Нейта Манесса единогласным решением судей. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин